хейо всем народ с вами Жендосик и сегодня мы продолжаем играть в майнкрафт на хардкоре версии 1.14.4 как и обещал я установил ресурс пак который походу немножко навернулся что с этим зомби не так я не знаю ладно хорошо я установил ресурс пак возможно в следующей серии мы его переустановим потому что вот это мне не нравится немножечко я не знаю что это такое оно как-то багает и так перед тем как мы начнем заниматься тем что вырубим вот это вот вот это вот весь этот лес а я вам озвучу комментарии которые написали под прошлым видеороликом за что я благодарю тех кто их написал владимир play написал о том что до топор наносит аж 9 дома я сначала не поверил и не понял как так но действительно действительно носит 9 урона это круто будем короче драться им а еще я узнал о том что есть критический удар когда вы прыгаете и бьете наносится критический удар и значит еще больше урона следующий комментарий был от ярослава который написал мне что на костре можно давить одновременно 4 мяса кому мы будем дарить я пока не знаю но в общем комментарии вы видите на экране если тоже хотите попасть также в виду видеоролик то можете просто написать комментарии его лайк ну как эти два и обязательно вам обязательно вставлю в следующий видеоролик и так погнали итак народ я решил что сейчас нужно быстренько чего-нибудь перекусить а у нас как раз был сырой лосось да и давайте наверное мы его сейчас пожарим так как нам посоветовал то ярослав но ярослав нам посоветовал дарить но мы все-таки будем жарить да действительно ложится а еще ярослав написал о том что если и костер сломать из него выпадет выпадет либо уголь либо древесный уголь вот как-то так длины как я люблю этот ресурс пак он настолько обычный что незабываемый и классные им пользуюсь сейчас версии примерно 152 точно это один из моих любимых ресурс паков он 64 на 64 как я искал ссылочка в описании то не реклама можете скачать поиграться с ним в общем он классно кстати башка зомби сейчас подумал могла бы гонуть только лишь из-за того что собственно шейдера кстати я заметил что этот сундук показывает сколько блоков мы можем перри переплавлять на о том или ином виде топлива это очень круто и достойно лайк кстати лайка автору этого ресурс пока нет не реклама еще раз и так я обещал все таки я обещал значит я обещал он просто выпадает его не надо собирать надо затем заследить чтобы она не пропала я обещал что мы вырубим весь лес который там стоит и наверное давайте сделаем все таки железный топорик а то я думаю как-то ковыряться таким вот топориком это было бы не круто в общем за эту серию наша задача вырубить лес вырубить этот лес небольшой участок примерно блоков так не знаю сколько на сколько но это нужно вырубать давайте залезем на дерево и примерно посмотрим как нам это лучше сделать то есть сноситься будет вот это дерево по-любому немножечко вот этот весь участок по которому сейчас провожу наверное там аж до воды и вот до этой горы то есть вот этот вот круг мы будем полностью убирать нам это не нужно здесь мы будем выравнивать что не ровно например вот такие вот участки мы их будем вот это вот я буду по-любому вот сюда выкапывать потому что выглядит это максимально ужасно и мы будем делать здесь очень прикольный такой должны сделать ландшафте который мы разгладим и в дальнейшем будем конструировать дома и аналогично их повторять копировать чтобы была некая деревня которую мы в будущем еще найдем и перевезем из нюшитель да вот так я странно сказал будет деревня которым в будущем найдем о господи ладно ничего страшного давайте начинать рубить это все дерево для вас конечно же все это будет ускоренном режиме для меня как всегда мучайся страдай в 1x итак ребят пока здесь ковырялся ко мне пришел торговец и наверно торговец из деревни какой-нибудь чтобы оценить как продвигается наша постройка собственной деревне и так что он ты нам можешь продавать господи как уже у тебя все дорого на самом деле мы можем покупать у него только розовый краситель зеленый краситель сахарный тростник семинар буза то есть это в принципе то что нам не нужно и это торопами нету столько ресурсов чтобы это все у него купить даже хотя бы что-то в общем погнали выкапывать все дальше так народ в общем я все это расчистил но не совсем все я еще должен расчистить немножечко вот здесь убрать вот тут вот примерно вот это вот это и вот эти два деревца и в принципе все у нас готово дальше нам нужно будет разобраться вот с этим холмиком он выглядит конечно когда я уже убрал с него деревья он выглядит прикольно потому что это как такой созданный майнкрафтом мост над водой но он выглядит чисто так вот если посудить не совсем круто не прикольно в общем не знаю пока убирать его или нет мне с одной стороны не хочется с другой стороны можно его как-то переделать и сделать лучше но опять же нужно копать огромное количество всякого материала для этого то есть земли и камня просто придется переделывать я сейчас бы хотел сделать немножечко факелов для того чтобы осветить участок земли там у нас кстати очень много дерева как вы видите три с половиной стака почти что да у нас три стака 19 это очень очень много так давайте сделаем ну вот так сделаем 30 факелов сейчас мы пойдем поставим там мне нужно чтобы там все было светло еще нечаянно задел верблюдов не знаю будут ли они в меня плеваться там их два надеюсь не будут но кто знает кто знает я на самом деле не специально просто я ломал листву и и он попал под горячую руку так сказать в общем не знаю мне ситуация не понравилась как бы не прикольно было да вот так что сейчас по постам расставляем факела мы в дальнейшем сделаем подсветку из-под земли автоматическую так чтобы это нами вообще никак не контролировалась да то есть и так чтобы мне не приходилось тратить на это факела мы будем использовать только светящиеся адские камни это будет круто я надеюсь посмотрим эту идею я буду делать в режиме выживания первый раз свою но не гниг несу нет смысле не моя идея и виде это конечно кому ниже надо где-то я посмотрел где-то я увидел даже не помню где но это очень крутая идея с подсветкой такой я бы хотел ее замутить это было бы классно но стать еще береза очень много березы так нам не хватило факелов ну давайте вот это вот все факела превратим весь этот оставшийся уголь так я проголодался надо покушать так лосось устанавливает по 3 голода примерно как в принципе любое жареное мясо и у нас еще есть 15 яблок 15 яблок это круто 15 яблок это очень круто так вот это мы сюда поставим у меня уже нападают скелет напал скелет сейчас мы его быстренько убьем тем более то что владимир нам подсказал фишечку с топором и сейчас я хочу узнать у железного топора урон тоже 9 не больше но 9 что это за звуки что это такое стоять ребят 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 пожалуйста в комменты быстро в комменты все ушли и написали мне что это такое не знаю такую штуку вижу первый раз и мне довольно таки немножечко ссыкотно я реально такую фигню еще не видел господи как она атакует вы серьезно я попасть по ней не могу так минус 1 минус 2 где 3 3 минус 3 ребят что это такое напишите мне просто в комментарии я это видел первый раз я даже не знаю как так я ведь много играл в креативе пока между сериями я играл в креативном режиме из очень много строил и я ни разу не спаунил мобов и наверно все таки зря я бы знал кто в этой игре есть и что это вообще такое вот даже курочка удивлена от того что сейчас произошло для меня это реально был шок я не знаю я первый раз видел такую вещь прошу в комментарии пожалуйста написать мне что это такое было мне все таки интересно так я надеюсь опять ребят они спавнятся ночью и нападают что-то такое и их спавнится по три штуки ровно господи что-то такое я как так понял если ударить она перестает атаковать но это не выход это не выход из ситуации на самом деле по ним тоже нужно попасть а потому как они летают это сделать немножечко проблематично отстань дайте покушать я могу просто отъехать а я этого не хочу так минус ой не минус попал так минус 1 птичка слушайте вот это мотивирует поставить кровать и ночью иногда хотя бы спать нам что-то выпало сейчас мы посмотрим что это такое только сначала мы доберемся до дома потому что мне это вообще никак не нравится таких приколов этой ночью я не ожидал ну давай последний удар все ребят бежим быстро домой мне срочно нужно узнать что это такое что из них выпало и как это можно использовать нам выпало лассо лассо из них выпало лассо когда выпадает это классно его можно использовать возможно когда-нибудь заведу себе коня и мы будем кататься на нем так кстати будет легче искать деревню скорее всего я этим реально займусь потому что это было бы классно так ну давайте посмотрим что это такое мембрана фантома то есть это какой-то фантом а что из него крафтится можно пожалуйста мне узнать плюсик плюсик что за плюсик не знаю а ну окей допустим допустим мне почему-то кажется что это крафт нескольких стекол там типа такая фигня ладно окей хорошо давайте посмотрим все крафты сейчас внимательно чтобы ничего не пропустить и узнаем может быть и правда все-таки из этой штуки можно что-то сделать нет я вот не вижу пока ни одного крафта ни одного крафта абсолютно не вижу нет 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 ничего нельзя из них сделать а для чего это мембрана фантома нужна мембрана фантома напишите просто в комментариях ух да вот эта штука конечно не прикольно было она немножечко пугает своими звуками криками но что поделать в общем по ходу придется ждать утра и тогда уже продолжать но для вас это будет какая-то жалкая секундочка для меня это будет какое-то количество времени и так народ дело подходит ближе к утру я решаю что скорее всего уже можно выходить и никто на нас не нападет за то время пока сел и сидел без дела я решил заняться делом да и я рассортировал здесь некоторые предметы вот так вот чтобы это все лежало в сундуке и было в общем здесь и удобно сделал для себя так в общем ладно это все фигня нам нужно сейчас в общем кинуть яйцо о вылупилась курочка это хорошо вторая курочка у нас не вылупилась и вот сейчас я понимаю прекрасно какая пшеница взошла какая нет вот этот сто процентов пшеница которая взошла потому что она более похожа на старую пшеницу из майнкрафта и она мне нравится больше в общем давайте сейчас мы будем кормить этих курочек не нам будут приносить еды отлично классно ну в смысле курочки будут приносить еды не в плане того что они будут что-то нам как молоко не знаю давайте а просто будут размножаться и будут с тем самым полезными и приносить так сказать нам больше потомство мы которые мы сможем использовать в качестве еды тем более я планирую сделать лук для лука нужны перья и все равно их придется как никак убивать вот ту курицу мы можем тоже сейчас в принципе убить она нам никуда не упирается на нам абсолютно не нужно сейчас мы докапываем здесь ой докапываем доругливаем здесь оставшееся количество бревна которого у нас уже и так очень-очень много и этого нам действительно хватит не только на то чтобы построить небольшие домики для жителей а чтобы построить как-никак целую вот такую хорошую большую деревню и возможно даже построить себе дом так ребят тесана а я по-моему понял как я его сделал можно пожалуйста поставить я по-моему нажал правой кнопкой мыши да чисто случайно и получилось обтесаны ладно ничего страшного возможно мы где-нибудь это используем потом в будущем потому что раз мы разобрались как это делается значит это можно как-то использовать и потом мы придумаем какой-нибудь домик придумаем как это все можно будет красиво сделать его можно же облагородить не знаю как нибудь сделать классную например грядку и еще что-нибудь с помощью именно обтесанного дерева а может быть а где-нибудь в интернете посмотрю идейки пока буду смотреть ролики других летсплейщиков или игроков или вообще может быть и лишь какую-нибудь картинку я не знаю и придумаем как это можно будет использовать в будущее по-любому пригодится все равно и мне первое что мне не нравится в ландшафте давайте быстренько я вам разберем разберем я вам расскажу здесь слишком большие перепады не вот эта гора вообще полностью здесь мешает и не нравится я и буду убирать здесь еще под вопросом давайте так напишите в комментариях я в этой серии и убирать не буду вот эту штуку напишите в комментариях убирать ее или нет как она смотрится я просто не знаю и и или если не убирать то предложите свою идейку какую-нибудь если убирать то просто я и уберу и все в общем она мне самому не особо нравится но как бы и убрать ее не хочется потому что живой мозг как-никак немножечко бы подправил если вы считаете что немножечко подправил тогда напишите что ее не нужно убирать а стоит подправить об этом узнаю и тогда буду делать в дальнейшем буду делать выводы о том что будем с этим делается всем дальше господи как много слов и делать ладно давайте у нас есть две лопаты вот эту горку мы сейчас наверное будем убирать вот это вот вот это вот все ну погнали итак я вскопал первую горку и сейчас она выглядит вот так я и полностью убрал здесь немножечко заделал то что было сделано из камня здесь оставил так вот в принципе и здесь только вот дырочку заделал и в принципе все больше здесь не делал ничего вот тут тоже дырочку нужно закрыть, она мешает здесь я в принципе все оставил вот только вот думаю вот это вот можно убрать отсюда вам вот это вот очень очень многим длинный кусочек он не нужно у нас уже кончилось вторая лопата Это не круто на самом деле, но да ладно В принципе оно нам Что нам, оно нам никак Не повлияет на игру, у нас еще есть очень много Железа Дерево, чтобы сделать себе новую лопату В общем, вот так сейчас выглядит Эта горка, вот сейчас оно выглядит Реально прикольно и нормально Вот здесь можно будет выстраивать Новые домики, где-нибудь возможно мы Посадим деревья, только мы посадим Свои деревья, которые будут выглядеть Более-менее хорошо, возможно я их Сделаю вообще сам вручную, посмотрим Здесь в принципе Меня все устраивает на данный момент И выглядит это пока что прикольно По-любому нужно будет Мой курятник расширять Сделаем его побольше, возможно просто По-длиннее, возможно перенесу куда-нибудь Вообще в другое место, кстати, курицу Я говорил, что я ее хочу убить Я ее хочу убить, о, краситель Спасибо спрут, что он здесь Сдох, это классно, у нас теперь есть Краситель Зайдите в справочник, у вас открылись новые Крафты, говорит мне Майнкрафт Но я, пожалуй, туда заглядывать не буду Потому что в принципе большинство крафтов Я знаю, те, которые будут новые Мы за ними заглянем и посмотрим на них Так, ну что сказать, ребят Вот такая у нас была коротенькая серия Если она вам понравилась, не забывайте ставить лайки И подписаться на канал У меня сейчас стало все меньше и меньше времени Снимать новые летсплеи, новые серии Но надеюсь, она была все-таки Хоть немножечко, да, прикольная Хорошая, хоть она длилась, не знаю, сколько она длилась Возможно 10 минут, возможно 15 Но она все-таки принесла хоть какую-то долю радости И вы узнали, что творится в этом мире сейчас В общем, если вы хотите попасть в мой видеоролик Ваша задача всего лишь та Написать комментарий, я его лайкну И если я его лайкну, значит он попадет на видеоролик Если я его не лайкну, значит я его просто посмотрел И могу на него ответить В принципе, вот как-то так Вопрос, если вы задаете вопрос в комментарии Я его лайкну, значит я отвечу на нем На него в видеоролике В общем, не буду задерживать ваше время, как и свое Все подписаны на канал Ставьте большие лайки Большие лайки, большие пальцы вверх Ставьте колокольчик Обязательно, чтобы не пропустить следующие видеоролики С вами был Ишнонгейминг, Женек Всем удачи, всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok